Начнем с вами с дыхательных упражнений. Итак, ручки вверх, вдох, опустили выдох. Спокойная музыка, приглушенный свет, а вокруг соль, галлотерапия. Курс лечения 10 дней, длительность каждой процедуры 40 минут. Удивительно, но врачи приравнивают подобное лечение к недельному отдыху на море. Мы здесь проводим с детьми упражнения по лечебной физкультуре, дыхательные упражнения, они улучшают кровообращение и уменьшают спастику мышц у деток с детским церебральным параличом. Играют и лечатся, совмещают приятное с полезным. В галлокамере дети вдыхают воздух, насыщенный полезными микроэлементами. Пребывание в соляной пещере полезно для дыхательных путей при заболевании лорорганов. Синуситы, бронхиты, фаренгиты. Но есть и противопоказания. Лучше проконсультироваться с врачом. Тут хорошо расслабляться и дышать солью. Если раньше мы полили 3-4 раза за учебный год, в этом году только один раз. Я считаю, что это благодаря нашей соляной пещере. Вся соль в соляной пещере играет декоративную роль. А та, что лечит, находится вот в таких маленьких пакетиках. Это аэроголит. И помещают его в специальный аппарат и запускают. Укрепить здоровье 89-й школе-интернате после того, как попечительский совет выиграл грант на 350 тысяч рублей, смогли более 200 детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году вновь надежда на региональный конкурс. Руководство вышло с новым проектом для детей-аутистов. Дорога надежды. Методики связаны с коррекцией с помощью музыки. Например, методика «Интайм» предполагает коррекцию развития головного мозга с помощью воздействия музыкой и ритмом. Включаются специальные музыкальные композиции, а также используются шумовые инструменты. Объем поддержки социально ориентированных НКО в этом году вырос до 50 миллионов рублей. 25 из них пойдут на первый этап грантового конкурса, итоги которого подведут уже в середине марта.